Здравствуйте, Александр! Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, касающихся новостей мирового и российского бокса. Бой между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко до сих пор один из самых обсуждаемых. Как вы думаете, есть ли у Поветкина шансы на реванш? Шансы всегда у всех есть. Если этот бой состоится, и если будет Александр Поветкин готов к этому бою, то, конечно, он может сделать сенсацию и победить Кличко. Меня сейчас начнут многие критиковать, наверное, смеяться и прикалываться, но первый бой Кличко-Поветкин – это один бой, а следующий бой, если он состоится, это будет совершенно другой бой, если оба боксера подойдут в соответствующей форме. Я считаю, что Саша Поветкин не был готов в полной мере к тому поединку, к поединку с Владимиром Кличко, именно к поединку с ним. Поэтому поражение дало ему соответствующую мотивацию, опыт в бою с Владимиром Кличко, и если состоится реванш, то это будет совершенно другой бой. Состоялось долгожданное возвращение Александра Поветкина, вы были в его углу. Расскажите о настрое, форме, желании боксировать, изменениях в тактике. Да, вы все видели поединок Поветкин-Чар, который произошел не так давно. Кто не видел, может его пересмотреть. Что могу сказать по поводу Саши в прекрасной боевой форме? Новый тренер Иван Кирпа, с которым они начали свой тренировочный процесс. Время, конечно, было не так много, но к поединку подготовились, и мы увидели некоторые новинки, некоторые новые моменты. Саша стал мощным, мощнее, чем был, злее внутренне. И мы увидели тот неожиданный нокаут, который он устроил Мануэлю Чару, никто не ожидал, включая Чара. То есть красивейший нокаут, который войдет, так сказать, в один из замечательных боксерских просмотров. Что касается формы, еще раз повторюсь, что Саша был с хорошим настроем, он мотивирован, мотивирован на дальнейшее движение в боксе. То есть поражение его не сломило, наоборот, мобилизовало. И будем наблюдать, следить за Сашей, болеть, переживать всей страной, всем, так сказать, миром, кто за него болеет, переживает. Что касается Мануэля, он сделал свою работу. Тоже, считаю, был достаточно мотивирован, не боялся Сашу ни на пресс-конференциях. Ну, такой тоже, хоть и говорят, что он рафинированный боксер, но я не согласен. Попробуйте сами выйти против Поветкина и показать себя во всей красе. Молодец, выдержал, был перекрыт, трудно было попасть в глухой защите, но Саша вот неожиданно его раскрыл и нокаутировал. Красивый нокаут. Как вы оцениваете скандальный матч между Денисом Лебедевым и панамским боксером Гильермо Джонсом, которого после боя уличили в применении допинга? Что вы думаете о самом поединке? И Лебедеву стоит пробовать взять реванш? Первый бой Гильермо Джонс и Денис Лебедев был великолепным, один из красивейших в том году. Гильермо показал себя с лучшей стороны, я имею в виду технический, опустим сейчас применение допинга, это уже другая сторона. Он был технический, старая школа, неплохой бокс, выдерживал удары Дениса. Еще раз повторюсь, опустим применение допинга, берем только саму картинку. Зрелищный бокс, если бы не было, конечно, закрытого глаза у Дениса Лебедева, то, наверное, он бы победил в этом бою. Но вы и мы, мы все увидели волю мужества Дениса Лебедева, и он проиграл, но проиграл как бы в очень красивом зрелищном поединке. Что касается реванша, его ждала вся страна, не только наша, весь мир, потому что такие поединки, они, конечно, это и есть все лучшее, что может дать профессиональный бокс, то есть зрелище. Но, к сожалению, до боя он был уличен в применении допинга, была сделана перед боем допинг-проба, и там, по-моему, за два часа пришло сообщение, что он как бы под допингом. Андрей Рябинский, главный организатор главных шоу страны, принял решение совместно со всей командой не подставлять Дениса Лебедева под неизвестный результат, потому что на самом деле тот допинг мог вскрывать более сильные препараты, которые в конечном итоге могли повлиять не только на результат боя, на результат реванша, но и на здоровье боксера, то есть Дениса Лебедева. Поэтому было принято решение не проводить поединок. Поэтому ждем Дениса снова на ринге, в России, и будем смотреть его дальнейший путь. У него много соперников в этом весе. Поэтому ждем, болеем, будет очень интересно. Руслан Проводников лишился чемпионского титула. По версии WBO стоит ли Руслану продолжать бороться за право вернуть себе звание чемпиона, как вы считаете? Естественно, я смотрел бой Руслана Проводникова. В первом раунде он практически уничтожил своего соперника, но потом отпустил, не добил. Решил, наверное, что не сейчас, так в следующем раунде, потом еще в следующем. Ну и не случилось победы. Но я считаю, что он немножко недоработал. Видимо, был уверен, что победу у него не заберут. Но это американский ринг, американские судьи, своя система ценностей, свои боксеры. Поэтому нужно было догадываться о возможном результате в этом плане. Поэтому я думаю, что недоработал. Может быть, ходят слухи, что он хочет пойти в политику, предложения какие-то. Может быть, это сыграло свою роль. То есть некое распыление. Хотя он зрелый боксер, чемпион мира. Ему лучше знать, как готовиться. Не будем ему советовать. Ну, что случилось, то случилось. Я думаю, что... Мое мнение, что он недоработал немножко. А продолжать или не продолжать, это его прерогатива. И он должен решить, куда им идти. Политику или снова на ринг. Так что ждем его решений. Этой осенью в Германии состоится поединок Пулев-Кличко. Сможет ли болгарский спортсмен противостоять Кличко? На сегодняшний день я считаю, что Пулев никоим образом не сможет противостоять Кличко. Владимир Кличко сильнейший боксер. Мы ждем его боя с Поветкиным. А Пулев, я думаю, просто очередная галочка в голове рекордов Владимира Кличко. Вряд ли он что-то там сотворит, сделает, совершит подвиг. Конечно, это бокс, можно попасть одним ударом. Но я думаю, что этого не случится. Поэтому победа Кличко безоговорочная. Интересно противостояние Кличко в весе WBC, которое, я думаю, будет в будущем по версии WBC. Александр, скажите, в каких боях мы можем в ближайшее время увидеть девятикратную чемпионку России по тайскому боксу Юлию Березикову? Что вы думаете о ее перспективах? Юлия Березикова готовится к своему второму поединку, который должен состояться в октябре месяце. Кто будет соперницей, мы узнаем в скором времени. Возможно, это будет мексиканка. Такое было желание Юлии. То есть у нее была мексиканка, которая там сорвалась. Вот она хочет именно сражаться с сильнейшими, которые выше нее по рейтингу, по рекорду. И если мексиканка приедет, то будет жаркий бой с участием Юлии. А так Юля стала второй на чемпионате мира. Попутно она участвует во всех боях, которые происходят в ближайшем окружении, в ближайшем обозрении. Стала второй на чемпионате мира по тайскому боксу. Потом еще выиграла один турнир. В общем, снимается в кино, ведет активный образ жизни. И готовится к боям по кикбоксингу. Ну и в том числе по профессиональному боксу. Хотя, если мое мнение, то не нужно распыляться. Нужно выбрать будь то тайский бокс, будь то кикбоксинг или профессиональный бокс. И сконцентрироваться на достижении своей цели. Поговорим о таком боксере, как Магомед Абдусаламов. Что известно о состоянии его здоровья, какие прогнозы? Буквально недавно мне звонила одно из изданий страны. Одно из главных изданий. Тоже интересовались этим моментом. Нашли для них телефон тех людей, которые возле Магомеда. Поэтому я сам лично не выяснял. Там идет процесс реабилитации. И по последним, так сказать, ну не слухам, а по последним данным, здоровье Магомеда немножко поправляется. Он уже как бы может сидеть, быть с семьей. И что не может, не радует. Потому что Магомед, повторюсь еще раз, это просто шикарный человек. Просто лучезарная улыбка. Вообще молодец парень. И дай бог ему здоровья поправится, чтобы он был, как говорится, не только в строю, но и самое главное, приносил радость своей семье, своим детям. И, конечно, как бы от себя лично, так как мне не безразлична судьба, благодарю всех тех, кто нашел, изыскал средства, моральную поддержку, кто помогал и помогает семье Магомеда Абдусаламу. Новость, которая потрясла боксерский мир. В июне этого года был убит Максим Лимонов, чемпион России. Вы знали его лично. Ходят слухи, что он был замешан в криминале. Как боксерам, которые закончили свою карьеру, не попасть в эту среду криминальную? Макс Лимонов был застрелен в средствах массовой информации, он был застрелен тремя выстрелами. Такое страшное убийство, заказное убийство. Он был с девушкой в машине. Ну, это страшные вещи. Он участвовал, естественно, как бы, я знаю этого боксера. И молодой, красивый парень, 25 лет, закончил жизнь так вот скоропостижно. Он выступал на турнире ТАФ ФАЙТ, провел один поединок, проиграл боксеру из Ростова, Хизриеву. Мы его хотели приглашать на дальнейшие поединки, но как-то вот не сложилось в тот раз. А так, зрелищный, красивый парень. Жалко, что так трагически оборвалась его жизнь. Кстати, это, по-моему, был его последний бой. Вот на том турнире, на турнире ТАФ ФАЙТ. Больше он не боксировал. То есть, я связывался с его промоутерами, менеджерами. Они сказали, что пытались его вернуть в бокс, но он как-то вот завязал с боксом. Какую жизнь он вел после завершения спортивной карьеры, что он там делал, криминал или не криминал, это мы сказать не можем. Это вот выяснит следствие. Пусть они этим и занимаются. Кто рядом, тот знает. Я, у меня нет таких данных. Что касается криминала и спорта, то не надо связывать спорт с криминалом, и тем более бокс с криминалом. Это выбор каждого человека, куда ему идти. Идти учиться или идти на скользкую дорожку вступать, которая рано или поздно закончится либо тюрьмой, либо плачевным результатом. Считаю, что чтобы спортсмены и другие, нужна занятость, так сказать, население, занятость в спорте. Поэтому чем больше турниров, чем больше соревнований, турниров, в том числе в профессиональном боксе будет, тем больше будет целей у спортсменов выиграть турниры, поучаствовать, добиться, заработать, добиться славы, стать известным и, соответственно, выбрать правильный путь. То есть спорт в нашем государстве, во всяком случае, всегда был, играл социальную роль. Поэтому чем больше турниров, каких бы ни было, тем меньше будет, наоборот, криминала. Чемпион мира Флойд Мейвизер-младший в сентябре проведет повторный поединок с Маркосом Майданом, у которого Флойд выиграл. Получится ли взять реванш у Майдана? Как вы считаете? Ну, если реванш запланирован, то, наверное, он будет. И Флойд является самым высокооплачиваемым мировым боксером, поэтому никого не оставить равнодушным. Его прозвище «Деньги», поэтому «Деньги» делают деньги. Он делает деньги на ринге, показывает бокс, хотя это не мой кумир в боксе. Есть боксеры, которые лично для меня более мне лично нравятся в плане зрелищности. Но, тем не менее, это самый высокооплачиваемый боксер, и любой его поединок это событие в боксе, как и там тот же Мэнни Пакьяо. Поэтому тут ничего не могу сказать. Следим, наблюдаем за главными боями мирового бокса. Поговорим о ситуации вокруг супертяжелого веса WBC, бой у Альдер и Стиверн. Кто победит и сможет ли победитель побить Кличко? Версия WBC очень интересная версия. В этом году приезжал в Россию президент, новоизбранный президент Маурисио Сулейман встретился с российскими промоутерами, встретился с организаторами поединков, побывал на конференции Федерации профессионального бокса России. Это действительно событие. Провел необходимые переговоры, в результате которых сейчас в стране проводятся бои по версии WBC. поэтому и, кстати говоря, Александр Поветкин наш флагман российского бокса сейчас идет именно по этой версии, по версии WBC. Завоевал в бою с Мануэлем Чаром титул WBC. И в этом версии супертяжелом по этой версии складывается очень интересная ситуация. Стивен победил Ореолу, Стивен стал чемпионом мира, так как Виталий Кличко ушел в политику, стал мэром Киева, оставил бокс, поэтому родился новый чемпион по версии WBC Стивен. Сейчас будет бой с Уайлдером, Уайлдер Стивен, я думаю, если чего-то такого не прилетит у Уайлдера, то победит именно он. Это большой, двухметровый человек, который, наверное, после этого встретится с Кличко, если не будут еще добровольных защит и каких-то политических, ну, не политических, в кавычках, около боксерских, так сказать, движений, кто с кем там. Ну, и еще раз хочу повторить, что победит Уайлдер со Стивеном, кто победит, Кличко или Уайлдер, посмотрим, очень интересный бой. И хочу напомнить, что по этой же версии Александр Поветкин идет, и может быть, он вклинется в распределение, не в распределение медали, а в эту борьбу, вернее, не на верное, а так точно. Поэтому вот мы увидим Поветкин, Кличко, Уайлдер, Стивен, вот эти четыре боксера, которые сейчас будут делить титул WBC. Виталий Кличко хочет стать полным обладателем всех ремешков, то есть поясов четырех, пяти, да, у него остался последний зеленый заветный пояс WBC. Ну, посмотрим, как ему это удастся. То есть, вот команда, которая ему будет противостоять, это Поветкин, Уайлдер, Стивен. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ситуации на Украине и как вы считаете, может ли спорт помочь преодолеть вот это размежевание людей? Я не политик и вы сами все видите. Это большая трагедия, страна в военных действиях и, конечно же, это коснулось и людей, людей в спорте, в боксе. Я вам даже скажу, что как бы есть, люди заняли разные стороны баррикад как говорится и есть вот некие споры кто прав, кто виноват. Это очень плохо разделение людей на различные мнения хорошо, но мнение, когда гибнут люди, как бы двух прав не существует. Здесь правда, она одна и поэтому очень жаль, что это касается и спортсменов и спорта. Конечно, артисты, вообще все выдающиеся люди, спортсмены, в том числе и боксеры, они должны способствовать, объединяться и бороться всеми своими силами с тем, чтобы не было вот этой злобы и своим примером показывать и доказывать, что плохой мир хуже, как говорится, хорошей войны. Как-то вот так. Какие самые интересные бои в российском боксе пройдут в ближайшее время? В российском боксе, как обычно, ждет жаркая весна, я думаю, будут зрелищные поединки, будет несколько шоу на главной площадке страны у Андрея Рябинского и его компании Мир Бокса, также будут бои в Подольске, у Павла Попова, молодого, амбициозного промоутера в Подольске или в Москве, ну и также и другие значимые поединки наши боксеры участвуют во многих боях по всему миру. Это вот то, что касается основных событий. И заключительный вопрос, какие планы портала, что нового стоит ожидать читателям, расскажите о ваших пожеланиях. Ну, большое спасибо всем, кто нас любит, уважает, читает или даже не любит, но читает. Мы всех уважаем, приветствуем. Мы позитивны, мы идем вперед, дружим со всеми, готовы общаться, встречаться, договариваться, достигать новых целей каких-то. Мы открыты к общению. На самом деле у нас всегда большие амбициозные планы. и у нас много как сказать творческих идей и мы надеемся, что большую часть или какую-то часть притворим в жизнь, потому что мы верим в себя, мы амбициозные в хорошем смысле, поэтому мы готовы к сотрудничеству с такими же положительными людьми, которые готовы к осуществлению каких-то проектов. Поэтому у нас большие амбициозные планы и всем большой привет, ждем встреч на разных всевозможных и наших и на других проектах на вечерах бокса.